С нами на связи Александр Коваленко, военно-политический обозреватель. Здравствуйте. Доброго дня. Британская разведка считает, что Путин проигрывает информационную войну в Украине. Также есть мнение, что внутри Федерации уже понемногу информационно готовят население к неизбежному военному поражению в Украине. Как по-вашему, это так и есть? Я думаю, что да. То, что Российская Федерация проиграла информационную войну целиком и полностью, это факт. России на сегодняшний день не верит абсолютно никто в цивилизованном мире. Международное сообщество целиком и полностью поддерживает Украину. И единственное, на кого может опираться Россия и кому она может информационно лгать про Украину, это либо само же российское население, либо это те страны-изгои, которые находятся с Россией, точнее находились с Россией в одном ряду. Это Северная Корея, Сирия, Иран. Но на сегодня Россия по своему статусу страны-изгои, она по сути даже намного хуже, чем все эти страны вместе взятые. Поэтому да, информационная война в данном вопросе России проиграна. А чем озабочена Москва, то это как всему населению Российской Федерации в перспективе вполне-таки обозримо объяснять то, что денацификация и демилитаризация провалились целиком и полностью, несмотря на то, что уже шестой месяц вроде бы как с голубых экранов российского телевидения сообщают, что некая спецоперация военная идет по плану. Да ничего не по плану. Теперь нужно готовить население к тому, чтобы их объяснить, почему все провалилось. Вот там же в Британии Минобороны, комментируя активность россиян в Харьковской области, считают, что оккупанты слабо держат вот этот участок фронта, а атакуют для того, чтобы сковать силы вооруженных сил Украины, и не дать Украине усилить другие, возможно, прорывные направления. Вы согласны с такой оценкой? Или враг-таки готовит новую сухопутную операцию на этом направлении? Новая сухопутная операция – это задействование достаточно большого количества сил и средств, готовых именно к масштабным боевым действиям в наступлении. То, что мы можем видеть сейчас в Харьковской области, в особенности на север и северо-востоке от Харькова, а также в районе Изюма, это все же больше напоминает оборонные действия, в первую очередь, удержание тех территорий, которые временно оккупированы оккупационными подразделениями. И если мы говорим о каких-либо наступательных действиях, да, они могут иметь место быть, особенно накануне, либо непосредственно на 24 августа, поскольку у российского командования, ну, в принципе, сохраняется этот фетиш по датам, и поэтому День независимости Украины они постараются максимально омрачить обострением боевых действий по линии фронта, а также непосредственно не исключено, что и террористическими актами в виде ракетных ударов по территории Украины. Но наступательные действия непосредственно масштабного характера, захватнического характера российские оккупационные подразделения сейчас не могут осуществлять, им не хватает для этого необходимого ресурса. Даже по тому количеству подразделений, которые восстанавливают свою боеспособность на территории России, либо в тылу, мы видим, что их выводят в бой, когда они еще до конца и не восстановили, после полученных потерь, боеспособность, то есть недоукомплектованными, а те подразделения, которые требуют немедленной ротации и, опять-таки, вывода на доукомплектацию, продолжают держать в зоне боевых действий. И это очень ярко говорит о нехватке ресурса, а без ресурса как можно наступать и захватывать большие территории. Вот в то же время британский журнал «The Economist» предполагает, что Украине не стоит освобождать Херсон в этом году. Мол, россияне там хорошо окопались, вот длительная осада, она будет более эффективна. Мол, обе армии устали в боях, и Украине нужно набраться сил для атаки. Вот по вашему мнению, вот такие советы, откуда они и как к ним относиться? Знаете, если честно, то подобный совет, он буквально синергирует с потребностями именно российской армии. Потому что российские оккупационные войска сейчас, как никакие другие, нуждаются в паузе, в прекращении активной фазы боевых действий, перехода глухой обороне и позиционным лишь каким-либо взаимным арт-дуэлем. И не более того. Почему? Ну, потому что нехватка ресурса требует для того, требует того, чтобы этот ресурс накапливался на протяжении довольно-таки длительного времени. Россия не может его быстро накопить. На мой взгляд, это совершенно неверный совет, и он касается... Ну, следует разделять так. Херсонская область — это правобережная и левобережная части. Если мы говорим на сегодняшний день о правобережной части Херсонщины, то там российские оккупационные подразделения находятся в патовой ситуации. Я бы ее даже назвал патово-суциидальной ситуацией. Если мы говорим о левобережной части Херсонской области, то именно там у них сейчас и идет процесс занятия оборонных позиций. Они окапываются на левобережье. Но если освобождать полностью всю Херсонскую область, то никто не будет после освобождения правобережной части Херсонщины форсировать Днепр для того, чтобы освобождать левобережную. А днюдь. А это освобождение произойдет именно уже через Запорожскую область, через оккупацию Запорожской области. Поэтому сама по себе статья «Экономист» уже говорит о том, что ее автор, но он, мягко говоря, совсем ничего не понимает в тактике и стратегии ведения боевых действий. Поскольку очевидно, что после освобождения правобережной части Херсонской области левобережная будет освобождаться через освобождение Запорожской области. И, в принципе, статья уже сама по себе не имеет какой-либо ценности. В районе аэродрома Бельбек и в районе Керчи были слышны взрывы. Украинские военные посоветовали россиянам меньше курить на военных объектах. А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу сказал, что все военные объекты и незаконно установленные мосты во временно оккупированном Крыму должны быть уничтожены. И Украина будет делать для этого все возможное. Вот сколько на полуострове таких объектов? Сколько их нужно уничтожить, чтобы ущерб для РФ стал неприемлемым? И они совершили, как у них принято, акт доброй воли. Добровольно освободили полуостров. Но относительно жеста доброй воли, я не думаю, что будет так просто заставить российские оккупационные войска покинуть полуостров Крым, даже когда он будет полностью отрезан, например, логистическим сообщением от России посредством уничтожения либо повреждения Керченского моста. Поэтому этот процесс будет достаточно длительным. Из-за Крыма российские оккупанты не будут держаться долго, упорно. Но все же закончится, все действительно жестом доброй воли, так скажем. Для чего, безусловно, опять-таки, возвращаясь к самому началу, информационно необходимо будет подготовить в первую очередь граждан Российской Федерации, чтобы им объяснить, что, собственно, произошло, почему Крым уже больше не считается, как они его называют, российским, а почему он вернулся в состав Украины, и Россия с этим ничего не может сделать. От Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины прокомментировал приобретенную волонтерским фондом «Притул» и подписку на финский спутник. Вот, по их словам, работе этого спутника не помеха, ни облачность, ни даже стены. Могли бы вы прокомментировать, как этот спутник работает и чем он поможет Вооруженным силам Украины? В первую очередь, Вооруженные силы Украины на сегодняшний день действительно отмечут, что имеют широкий доступ к разведывательной информации наших международных партнеров. Это действительно так. Но есть небольшое исключение. Та группа спутников, о которых идет речь, этот спутник предоставлен в пользование Вооруженных сил Украины на уровне без запросов. То есть, имея все-таки от наших международных партнеров постоянную разведывательную информацию, мы должны были так или иначе, но подавать запросы. На это тратился определенный период времени, бюрократия, никуда от нее не денешься. В настоящем случае мы имеем возможность использовать данный спутник когда нам угодно, без каких-либо запросов и ожидания ответа. Ответ все равно поступит, но ожидание все-таки оно неприятно. Что же в остальном, то данные спутники проводят съемку посредством радиолокационной синтезированной апертуры. Она позволяет в любое время суток, при любых абсолютно погодных условиях, сканировать объекты. И благодаря этому сканированию даже возникает эффект отсутствия преград. То есть, здания, стены здания, не являются в данном случае преградой, чтобы выяснить, находится ли за этим зданием какой-то объект, ну, например, техника, а либо что иное. Благодаря этому, а также автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов, данный спутник предоставляет, ну, по-настоящему феноменальные, фантастические снимки, которые значительно повысят эффективность вооруженных сил Украины. Ну, вот, во временно оккупированной Херсонской области оккупанты раздают листовки, да, о том, как избежать воздействия спутника, вот, который накануне приобрели украинские волонтеры, и он будет подмогой нашим военным. Ну, там такие странные советы, вот, не включать интернет, побольше смотреть федеральные российские каналы, не включать радары. Можете это прокомментировать? Вот мне лично кажется, что они забыли главное, что, да, нужно носить шапочки из фольги. Да, вот шапочки из фольги, это очень важный, кстати, пункт. Удивительно, что они его упустили. Не, ну, тут я даже не знаю, как комментировать. Это абсолютно бессмысленные рекомендации. Но если российские оккупационные войска будут их придерживаться, то, безусловно, только, как говорится, флаг им в руки, действительно. Без интернета очень даже хорошо будет им, поскольку будет меньше доступа хотя бы к информационным площадкам, интернет, формата российской пропаганды. Но можно даже и без телевидения обходиться. Зачем вообще смотреть даже и федерального уровня российские телеканалы? Глупые, на самом деле. Очень, очень глупые советы. Россияне разместили самолеты с гиперзвуковыми ракетами в Калининградской области. Вот этот шаг, это ответ на расширение НАТО и заявление Эстонии, что Балтика станет внутренним морем НАТО, в котором можно будет легко заблокировать российские военные корабли. Так ли это? На самом деле у России на сегодняшний день меньше 40 единиц ракет гиперзвуковых, так называемых, Х-47М «Кинжал». На сегодняшний день Россия не может производить эти ракеты, потому что в их состав входят комплектующие именно иностранного производства. И об этом прекрасно известно странам НАТО, об этом прекрасно известно командованию НАТО. То, что они разместили там несколько истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», что это? Это на самом деле даже и не попытка испугать. Возможно, для своего информационного пространства они демонстрируют, что их не имеющие аналога в мире оружие теперь в Калининградской области будет грозить НАТО. Но НАТО прекрасно понимает, что из себя представляет это оружие, в каком оно количестве присутствует, и что это на самом деле жалкая попытка действительно продемонстрировать то, что Россия все держит под контролем. Но это же ведь не так. Но та же Эстония готова передать Украине больше оружия, а также присоединиться к инициативе Британии по подготовке украинских военных. Вот готовить украинских солдат, как вы считаете, будут по британским программам или это будет что-то особое? Это будут все-таки, на мой взгляд, именно британские программы, поскольку в первую очередь, если мы говорим о подготовке наших военнослужащих именно по программе подготовки британских военных, спецназа, например, и так далее, то здесь очень важный момент. Если не брать узкоспециализированные направления, например, подготовку экипажа, расчета артиллерии, артиллерийского расчета, либо, если не брать подготовку экипажа реактивных систем залпового огня и так далее, а именно пехотинец, спецназ, спецподразделения, боевая единица именно пехотного порядка, то это уделение внимания, достаточно серьезное, городскому бою. В именно британском спецназе, именно в британских войсках большое уделение городским боям. В Британии, в британской армии выстроены специально даже для этих нужд целые города-призраки, небольшие поселки, в которых и происходит подобного рода подготовка, тренировка военнослужащих. И на сегодняшний день, если мы говорим о перспективах контрнаступления, ну, например, даже озвучивая такой плацдарм, как правый берег Херсонщины, то боевые действия в городских условиях, подготовленные подразделения к подобного рода именно боевым действиям, они очень нужны вооруженным силам Украины. Опять-таки, впереди нас ждет еще много городов-населенных пунктов, которые мы будем деоккупировать. В частности, Херсон уже заждался. Поэтому подобного рода подразделения нужны в первую очередь. Начальник генштаба вооруженных сил Франции Терри Бюркар считает, что одна из причин, по которым российская армия не смогла добиться успеха в Украине, это ложь на всех уровнях военной машины. Что он имел в виду, как вы считаете? А то, что по сути на протяжении последних нескольких лет, с 2014 года, российская пропаганда и даже, что хуже всего для самого же Министерства обороны и Генштаба Российской Федерации, их аналитики, военные аналитики, они катастрофически для себя принижали и нивелировали потенциал вооруженных сил Украины. При этом явно, катастрофически, опять же, для себя же, преувеличивая потенциал войск Российской Федерации. Именно недооценка потенциала вооруженных сил Украины в информационном контексте, постоянное принижение, постоянное обзывательство наших ВСУ, что это сборище алкоголиков, наркоманов, которых набирают непонятно откуда, которые не умеют вообще воевать, целыми днями на линии фронта только пьют, и все, больше ничем не занимаются. Ну, это понятно, что это был пропагандистский контекст российских нарративов. Но этот контекст, в него стали верить даже на уровне военной аналитики в Генштабе и Министерстве обороны России. Именно подобного рода самообман и привел к тому, что катастрофическая недооценка вооруженных сил Украины, она завершилась для российской, так называемой, второй армии мира тем, что, ну, эта вторая армия мира сейчас, наверное, даже и не входит в десятку сильнейших армий мира. Но этот маховик лжи, почему он не останавливается тогда? Нужно же говорить и правду. А вот в том-то и дело, что они не могут говорить правду, по крайней мере, сейчас или, по крайней мере, до того, когда полностью не будет изменена система. Правда, она может крайне негативно сейчас сказаться не только в самих событиях в Российской Федерации, но и в дальнейшем на судьбе вообще всей такой страны, как Российская Федерация. Правда, она достаточно болезненная, она горькая, и она может привести к тому, что Российская Федерация в итоге, когда начнут говорить слишком много правды, она распадется. И это прекрасно понимают на всех уровнях российской преступной власти, и поэтому продолжают придерживаться именно этой стратегии ретрансляции, ну, просто оголтелой, оголтелой лжи. Вот после переговоров во Львове генсек ООН заявил, что инициирует миссию по расследованию убийства украинских пленных в Еленовке. Как вы думаете, почему вот только сейчас? К сожалению, бюрократия. Опять-таки, бюрократия и нежелание ряда, скажем так, представителей достаточно высокого ранга, высокого уровня решать в кратчайшие сроки очень острые и насущные вопросы. Опять-таки, у нас сейчас есть Запорожская атомная электростанция, которая является также насущным вопросом, но не спешат решать эту проблему методом рычагов воздействия на Россию, например, МГТ или ООН. Хотя, эти рычаги у них есть в руках. Еленовка, аналогично, не спешат форсировать эти события, потому что, ну, точно так же, как растягивали изначально с событиями МХ-17, это военное преступление, точно так же сейчас реагируют и на военные преступления в Еленовке. Причем, на практически все военные преступления, которые совершаются в Украине российскими оккупационными войсками, нужно было международное сообщество, представители международного сообщества сначала свозить в Бучу, показать им доказательства этих преступлений, прежде чем это получило более масштабный резонанс во всем мире, в СМИ. Аналогично и здесь. То есть, к сожалению, вот этот процесс, достаточно затягивающийся в контексте информационно-бюрократическом, он никуда не ушел. Ни из формата ООН, ни из формата любого другой международной организации, реакция которой должна быть молниеносной на подобного рода преступления. Спасибо большое за ваш комментарий. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, был на связи со студией проекта Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok